Всем привет! Сегодня мы поговорим про иммиграцию, но не в Турцию, а из Турции. Хочу поднять эту тему, вообще побеседовать, как жители, что я здесь вижу. В СМИ, в официальных, конечно же, эту статистику никто не хочет видеть. Официально уже теперь в стране разрешено только Туркстат. Можно опубликовать статистику других агентств статистических. Они считаются неаккредитованными и как бы типа заведомо ложными. Да, в последнее, в связи с экономической историей, после пандемии, экономической вот этой ямой кризиса, конечно же, отток населения молодого в стране увеличился. Больше всего людей уезжают в Америку, в Европу, в Германию обычно, потому что в Германии очень часто у многих есть родственники, знакомые. Известен этот путь легализации в Германии. Ну и в принципе это очень близко, не как в Америку, да. Да, кто уезжает? Уезжает молодое население. Об этом я в видео новостях о Турции раньше говорила. Уезжают молодые поколения, конечно, кто хочет перспектив, это 25-30 лет, и типа до лет 50 примерно. То есть это на самом деле костяк экономической страны, кто, да, получил образование, должен работать, по сути, поднимать экономику в стране своими налогами. Это те, кто хотят перспективы, люди очень, как правило, с хорошим, кстати, образованием. Тут две категории. Либо кто с хорошим образованием международным, например, здесь институты есть такие, да, кредитованные, по обмену очень много, короче. То есть с образованием все в Стамбуле именно неплохо вообще. Если у тебя есть деньги, кстати, это очень дорогое удовольствие. Либо ты на бюджет идешь, очень хорошо учишься, прям супер идеально. Сто баллов набираешь, назовем так, по ЕГЭ, да. И либо ты плачешь просто огромные миллионы. Вот в этом году год обучения, год в хорошем институте, в первой тройке институтов страны в Стамбуле стоил миллион лир. Один год только, миллион лир. И либо можешь бесплатно на бюджете, но это супер-мегаумен ты должен быть, реально прям талантливым человеком образованным. Короче, я имею в виду с хорошей базой школьной. Короче, вот этот тест, тестирование турецкой ЕГЭ, турецкой, это 100 бальник-то должен быть. Это очень трудно. В общем, категории либо кто бежит от жизни, скажем так, бедной, когда терять условно нечего, и люди просто бегут в поисках. Ну, такие люди жертвы назовем, да, они всегда что-то ждут, какой-то помощи, каких-то перемен. И они всегда откуда-то бегут, к чему-то вообще, всегда в каком-то поиске. И вторая категория, очень важная в стране, которая для Сталина, для самой, для экономики нужна, она уезжает. Это люди с образованием, или с профессией, или с международным уже опытом. То есть люди, понимающие, куда они переезжают, зачем они переезжают, как уже имеют представление, или их на работу пригласили за иностранную компанию. Или они уверены, что где-то что-то там найдут, хорошую работу. То есть это какой-то уровень социальный определенный. Эти люди уже здесь где-то работают, или работали за границей. То есть у них есть какая-то материальная база, они, как правило, уезжают сразу с семьей. То есть муж там едет на полгода, на год, потом жена, дети за ним подтягиваются и так далее. Сразу вместе, если это молодая семья перспективная переезжает. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть либо кто финансово не защищен и бегут к хорошей жизни, или люди, понимающие, что там для них лично нет перспектив, у них есть материальная база, образование. И они переезжают на что-то, ну, короче говоря, своим переездом, как бы серьезно занимаются. И понимают, что не едут за перспективами, за работой. И, как правило, они, никто не возвращается, они еще хорошо устраиваются, и все в порядке. У меня, как минимум, есть такие знакомые, кто последние три года переезжал, у меня есть примеры такого. Чему вообще эту тему хочется затронуть? Что вот это переезды эти есть, есть эта миграция. В Америке очень трудно получать визы, естественно, для турок. Это сейчас огромная проблема. Америка сокращает. Вы тоже много, может, если в интернете смотрите новости, или какие-то русскоязычные новости о Турции. Очень много всяких статистик, диаграмм, процентов, что-то информация открытая, что посольство Америки, как сократило выдачу виз в Турции своего консульства, каков процент турок раньше, сколько было, сколько сейчас, и политические напряженные отношения, и все прочее. А вот, например, в Германию стало проще уехать, как удивительно, да. То есть они, наоборот, упростили получение ВНЖ. То есть, если ты приезжаешь в Германию сейчас, вот про последним данным от моих знакомых, что я знаю. И официально устраиваешься сам себе, находишь официальную работу, живешь там, я не помню, три года вроде бы, да. Короче, ты, имея официальную работу, получаешь ВНЖ автоматически. То есть, условно, позаботься, чтобы ты легально официально работал, а мы тебе сделаем документы для нахождения в стране. Вот так это сейчас с работой звучит. То есть есть работа, конечно, ну, минус, в Германии очень трудно с жильем. Там очень дорого, очень трудно, в принципе, снять квартиру. Там нужны заверители, знакомые, вот эти все условия. И за очень дорого можно снять очень маленькое или плохое жилье и так далее. Для иностранца, я имею в виду, не для местных жителей, да. Кредит, доверие к тебе должен быть. Вот. Поэтому очень многие едут в Германию на какую-то официальную работу. Вот это из этого второго пласта людей, которые про деньги, у которых есть образование, которые могут куда-то устроиться. И возросло число, назовем так, альфонсов. Мужчин среднего возраста, молодые, 25-35 лет, которые не тянут здесь, в Турции, финансово тяжело, морально тяжело, с работы проблемы или работают, но какая-то минимальная зарплата. То есть, условно, они недовольны здесь именно экономической ситуацией, жизнью. Они, в принципе, всегда такие были вот в курортных зонах, знакомились с иностранками, альфонсы различные, и ждали, когда их куда-то перевезет, вышли в день. Ну, каким-то образом пользовались женщинами, их внимание, играли в любовь. Но вот за последние пару лет, конечно же, этого стало больше. И если вы скажете, ну, это рассчитано там на женщин из Европы, там, Америки, нет, на всех. Этим парням вообще пофиг, куда переезжать, лишь бы уехать из Турции. На самом деле, это типичные, как бы, альфонсы, но они, знаете, так играют, не прям я от тебя беру деньги, или жду от тебя помощи. То есть, стало больше парней, категории вот этих граждан, которые бы хотели переехать хоть куда. То есть, не по любви они едут, а просто бегут из своей страны от тяжелых каких-то экономических условий. Знаете, почему? Чтобы оставаться здесь в стране, в Турции, ему надо больше работать. С турчанки и ее семьей и родственниками будет больше спрос экономических финансов. Чтобы жениться, иметь семью, ты должен из себя материально что-то представлять. Ты должен заработать, как минимум, на свою свадьбу, на обеспечение, обеспечивание своей жены. Несмотря на то, что в клановых огромных семьях, там очень часто родители помогают все равно молодым, организовывают свадьбу и деньги традиционно. Но это далеко не у всех в светском обществе. Ну, окей, в Стамбуле возьмем большинство. Это не родители деньги, а уже взрослые, когда женятся, там 25-30-35 лет, они сами оплачивают всю эту историю. То есть, это от семи еще, конечно, зависит. Ну, вы поняли, традиционное общество, это надо смотреть территориально, где эти люди в стране находятся. Ну, короче, чтобы быть вот здесь, те родители давят, типа, женись, детей, внуков, так же, как во многих других обществах, например, постсоветское пространство. Вся эта история понятная. Оказывают давление, но при этом парень понимает, что очень ответственно. Денег у него на приличную, назовем так, турецкую жену у него нет. А бы как, тоже не хочется. И поэтому найти иностранку, куда-то уехать или сесть ей на Ж, это очень даже удобный, перспективный вариант. Если у нас бедные какой-то семьи, большой, например, да, они тоже от него все ждут помощи, денег. А если он женится, он семье должен свои деньги приносить, а не им, да. Соответственно, упасть на шею иностранки, уехать за границу за ее счет, так еще оттуда денег, например, хоть по чуть-чуть каких-то высылать заграничных. Это просто шоколадная история. Это очень комфортно, удобно. Почему бы и нет? Поэтому я хочу предупредить, да, кто в каких-то отношениях, если к вам вы, например, считаете, что вы не перспективная, собственно, опасия для Альфонсоуза, особо ничего нет. Ну, просто у меня там есть машина, квартира. Я одна, например, мать-одиночка, все сама, где-то там просто работаю, средняя зарплата. Для него это уже хорошо. Знаете, что, у него стабильность есть. Вот для турок, если у тебя есть квартира, недвижимость и машина, это уже хорошо, это уже стабильность, это уже перспективы какие-то, понимаете? Не арендная квартира, а своя. То есть это уже звучит хорошо. Да ему пофиг, что у вас какая-то средняя обычная зарплата. Он вам будет рассказывать, встирать, как он перелетит к вам, будет стараться работать. Я этих историй уже миллион переслушала у себя на канале от подписчиц, как они переезжают, очень многие пытаются работать, у них ничего не получается, язык плохой, и люди плохие, и иностранцы не берут, и бла-бла-бла-бла-бла. Как он рассказывает сказки, по факту он не работает, сидит на вашей шее. Надо вам оно или нет, подумаем об этом. Очень часто вот так заканчиваются подобные истории. Я просто хочу вас предупредить, чтобы вы потом не были разочарованными, или вообще, если такие истории сейчас рядом с вами происходят, имейте в виду, что такой вариант тоже есть. Я не говорю, что это прям типичный альфонс, у которого это работа, профессия, от женщин получать какие-то деньги, и от ваших денег отказываться. Просто сейчас, в молодом поколении 25-35 лет, все больше парней соглашаются на такой какой-то брак. Они говорят, что он прям альфонс на шее сядет, но просто сбежать отсюда, уехать оттуда, где ему тяжело, плохо, где на него давят родственники, семья. И таким благим намерением я женился, жена иностранка переезжать не хочет, там перспектива, например, Европа или еще что-то, зарплата, потому что там же никто сейчас не будет думать, что чтобы там денег заработать в Европе, то уже тысячу-полторы евро надо работать, они с неба не падают, но они здесь будут думать, например, в какой-нибудь деревне провинциальной, а турецкой, что они с неба падают, их дарят государство. Отметить, что очень много уезжает врачей. В Турции так, в принципе, с медициной именно хорошие врачи есть. Ну, в Стамбуле, в крупных городах, в Анкаре, в Анталии, конечно, в Измире, в Бурсе есть, но хороший врач или профессор стоит очень дорого, ну, по местным деньгам, да, и ходить на прием. Не дешево. Хорошего врача найти узкого специалиста в Турции можно, но это не просто как, не проще, чем в наших странах, но можно найти, честно скажу, можно. Но здесь очень крутые медикаменты, что уж говорить, Турция производит лекарства на всю Европу, если что, на европейский континент. Турции хорошее медицинское оборудование, прям передовое есть, и много чего своего производят, нового открывают и так далее. Но вот как специалистов, которые бы классно этим обращались, гораздо меньше, но они тоже есть. И я хочу отметить, что врачи, почему очень многие, хорошие врачи, достойные, очень многие переезжают и уезжают в Америку, как правило. Потому что, во-первых, у нас есть мединститут, который, как сказать правильно, на связи с Америкой, то есть их образование котируется в Америке, им проще сдать экзамены, там легализовать свои дипломы. Если они учились в медицинском, Крутом Стамбульском или в Анкарийском институте медицинском, к сожалению, к врачам плохо относятся. Здесь очень эта история о клановой мести, убийства. Люди не всегда понимают, люди это родственники пациентов, что не всегда врач виноват в смерти твоего родственника. Да, есть, которые халатно плохо работают, но здесь есть история, они очень вспыльчивые, эмоциональные. И назовем так, убийства, нападения на врачей на работе очень частые. И не обязательно врач виноват в каком-то происшествии, и на него нападение происходит из-за того, что он допустил ошибку, халатность в своей работе и виновен в смерти и гибели человека, пациента. Очень часто это эмоциональные, назовем так, неадекватные, стеричные родственники, которые просто считают, что их родственника неправильно лечили, что-то ему там сделали, коллегой оставили и так далее. Они берут там нож, пистолет, идут к врачу, стреляют, режут, дерутся, нападают и так далее. И это очень частая история. Потому сейчас в соцсетях есть даже хэштеги, в соцсетях о том, там защитим врачей, например. Два года назад была забастовка врачей после очередных такой серии нападений. Происходит это, конечно, больше в провинциях, не в крупных городах, это гораздо меньше в провинции, где все друг друга знают. Мало в городе или в провинции где-то людей живет как бы клановые семейства, религиозные и все прочие вот эти аспекты. Более эмоциональные там, скажем так, люди живут, реакции у них непредсказуемы. И врачам просто страшно работать. Вот что хочу сказать. Поэтому процент, если мы берем статистику миграции за эти два года, врачи очень много уезжают из вот этого клана, которые при деньгах врачи неплохо в Турции получают. Госслужащие врачи, пожарные, полицейские, учителя такие, приорегированные, у них средняя и выше средняя зарплата. Они получают хорошо 25, 30, 35 тысяч лир. Сейчас, когда минимал 14, если что, они получают неплохо. Но они оставляют эти деньги, еду за перспективой, если у них хорошая база медицинского образования за границу, там как минимум безопасно. И все. Вот в чем ответ. То есть, вот такой у меня сегодня получился ликбез по поводу миграции в Турцию. Вас предупредила, рассказала, что в этом плане сейчас в стране здесь происходит. Я надеюсь, конечно, что наладится экономическая ситуация в стране, и люди перехотят переезжать, и люди будут видеть перспективу развития экономического своей семьи, своей страны, своего будущего, перспективу экономическую, своего места здесь в стране. И тогда переезжать, конечно, не захочется. Надеюсь, что хороших специалистов, инженеров, врачей будет гораздо больше, будет кому работать. Потому что мы приходим к тому, что именно вот эта прослойка интеллектуальная и экономически способная, кто платит, работает, платит налоги, зарабатывает в страну, они просто уезжают. Страшно, блин, об этом подумать. Но знаете, остается молодняк, скажем так, недавно закончивший обучение без опыта, или старая профессура, которая, у нас есть такая тема, это у очень многих врачей, не только в Турции, но в Турции особенно, это у нас, когда профессура возрастная, мало обновляет свои знания, не в ногу с 21 веком, живет с технологиями и знаниями, расширенными по поводу своей узкой специальности, лечат, как было 20 лет назад, и считают, что условно, там они профессоры, у них высокая ставка, хорошие деньги зарабатывают, при этом они не обновляют знания и лечат старыми методиками, или там не берут во внимание новые методики, лекарства, новые, открытия научные и так далее, это тоже проблема, это про некачественное, скажем так, оказание услуг, но пока что вот так, на данный момент имеем вот то, что имеем. Напишите в комментариях, понравилось ли вам видео, было ли интересно, если у вас есть вопросы по социалке, по жизни здесь, в Турции, не про деньги, что стоят этих каналов, навалом, смотрите на ютюбе, в телеграме, кто переезжает, про цены, вот про реальную жизнь здесь, про социальные какие-то вопросы, то пишите в комментариях, я еще сниму видео на эту тему, просто нужно понять, что вам было бы интересно здесь о жизни, в Турции послушать, вот сегодня про эмиграцию, про вопрос вот от врачей, который очень остро здесь строит. Спасибо за внимание, скоро увидимся, в инфобоксе под видео, телеграм-канал, ссылка, подписывайтесь, самые свежие новости из Турции, и моя почта для записи на индивидуальную консультацию психологическую. Всем пока!